Из-за непогоды на Южном Урале с задержками стали ходить даже поезда. Опоздания составили в среднем три часа. Перебои и в работе воздушной гавани. В аэропорту Челябинска задержаны три рейса. Один в Петербург и вовсе отменили. Непогода парализовала практически весь городской транспорт. В Челябинске с утра в рейсы не вышли трамваи. Школьников оставили сидеть по домам. Дорожная обстановка тяжелая, а цены на такси выросли в два-три раза. Но это ничто по сравнению с тем, что творится в области. Там идет настоящая борьба за выживание. На областных дорогах за минувшие сутки произошло несколько крупных ДТП. Так на Троицком тракте из-за плохой видимости столкнулись сразу восемь машин. На трассе М-5 возле Чебаркуля случилось три аварии. А под Озерском, по сообщениям очевидцев, в аварию попали больше десятка автомобилей. Просто капец, а видимость нулевая. 10-15 машин ДТП. Озерск. На федеральных трассах образовались многочисленные заторы. Люди часами ждут помощи в своих машинах. На подмогу оказавшимся в снежном плену выходят сотрудники МЧС и жители ближайших поселков. Работает пять подвижных пунктов обогрева. Работы продолжаются. В ряде муниципальных образований введен режим чрезвычайной ситуации. Помощь на дороге потребовалось почти тысячи человек. Из снежных заносов извлекли более 200 машин. В Министерстве дорожного хозяйства признают, если метель не закончится, восстановить движение получится только к завтрашнему утру. Ограничение свое держим до 18.00 для того, чтобы планово все это сделать, расчистить. Я думаю, что вот этот день, да, может быть мы и ночь возьмем, тогда вот плюс-минус 24, получается 25 число, думаю, к утру уже должно быть все расчищено. Из-за сильного ветра на линиях электропередач произошли многочисленные обрывы. По данным Минэнерго, без электричества остались 26 тысяч жителей области. До сих пор нет света даже в пригородных поселках в Сосновском и Чебаркульском районе. На помощь челябинским электрикам стянуты силы из соседних регионов. Иван Абросимов, Денис Оснач, 31 канал.